Внимание! Торчащая прядь! Это точно поможет! Что? Сегодня контрольное по естествознанию? Как я могла забыть? Может, я успею выучить хоть что-нибудь? Да, эта книга давно не видела дневного света. Сколько же здесь пыли! Нет, ничего не могу запомнить. Я просто обречена на провал. Неужели этот день может стать еще хуже? О, боже! Секундочку! Я ведь могу писать на своей коже. Мне только что пришла в голову отличная идея. Я просто напишу все ответы на коленке. Это же самая крутая шпаргалка на свете. Мне больше никогда не придется запоминать формулы. Отлично придумано, Мэдисон! А чтобы ничего не размазалось, покрой чудо-шпаргалку лаком для волос. Здорово! Я никогда в жизни не чувствовала себя более подготовленной. Просто идеальное преступление. Когда учительница отвернется, можно будет все списать с коленки. Школьные лайфхаки ценятся на вес золота. Особенно те, что помогают сдавать экзамены. Отлично! Но будьте осторожны. Сохраняйте бдительность, чтобы все прошло как надо. Женнифер! Прошу прощения. Сегодня мы поделимся с вами потрясающими лайфхаками. Для некоторых написать контрольную – расплюнуть. Но другим приходится несколько сложнее. Я точно не справлюсь с этой контрольной. И откуда Кейт все знает? Она как будто выучила учебник наизусть. Я чувствую себя так глупо. Надеюсь, она покажет мне ответы. Разве ты не знаешь про особый лайфхак, Джен? При решении таких примеров нужно перемножить этот столбик. А затем этот. Видишь? Осталось добавить сюда сумму полученных чисел. Шесть плюс три – это девять. Вот твой ответ. Шестьсот девяносто три. Это просто гениальный лайфхак. Ух ты! Спасибо, что показала. Никаких разговоров во время теста. Кейт! Дай-ка мне взглянуть. Что? Что все это значит? Это же просто невозможно. Ей-богу, так и есть. Шестьсот девяносто три. Что же это за колдовство такое? Просто зовите меня профессором математики. Снова лопаешь? А я только что восемь километров пробежала. Уф, так пить хочется. Ух. Эй, тут ни капельки не осталось. Ладно, сейчас еще налью. Заодно проверю свой глазомер. Ну же, давай, лейся в горлышко. Надо прицелиться. Вот так, теперь цель видно лучше. Наливаю. Блин, льется куда угодно, только не туда, куда надо. Это просто смешно. Здесь и на глоток не хватит. Так и до обезвоживания недалеко. Эй, а ну-ка дай мне эту палочку. Отлично, теперь от жажды не погибну. Просто вставляем палочку в бутылку и льем по ней воду. Видишь, ничего не расплескало. Крутое решение, правда? Вау, и где ты этому научилась? Я тоже хочу попробовать. Налью сюда апельсиновый сок. Сработало! Палочка словно притягивает жидкость. Отличный вариант, когда нужно быстро приготовить напитки. Столько планов на сегодня, хочется быть неотразимой. Вот так, пусть все видят мою белоснежную улыбку. Эй! Ну вот, так всегда. О, она вся в волосах. Даже близко карту подносить не хочется. Придется выбрасывать. Так никаких щеток не хватит. Впрочем, это может помочь. Так и знала, что однажды это пригодится. Не хотите, чтобы щетки падали на пол? Сделайте для них удобный держатель. Разве не прелесть? Проблема решена. О, это видео такое крутое. Невозможно оторваться. Вы точно заслужили мой лайк. Эй, лучше взгляни на свою ложку. Ммм, такие вкусные хлопья. Вот только жуются плохо. Что это такое? Как это здесь оказалось? Что-то пропал аппетит. Пора переодеться. Просто и со вкусом. Эй, у этой толстовки тоже есть завязки. Ммм, видно не судьба. Хотя минутку. Можно намотать шнурок на ложку. Вот так. И еще несколько раз. Теперь вынимаем ложку. И вставляем край шнурка вот сюда. Тянем, пока узелок не завяжется. Вуаля! Теперь в еде точно не будет ничего лишнего. Так, на чем я остановилась? Да чего же интересно! Ох, из-за всех этих тестов я нагуляла неслабый аппетит. Ого! Небольшой сладкий загруз. То, что мне нужно. Какую бы съесть первую? Хмм. Ладно, ладно, держите. Не уверена, что смогу дотянуть до обеда. Внимание, шоколадка! Господи, что я должна сделать, чтобы остаться наедине с вкусняшкой? Погодите, похоже, я знаю, что делать. Возьмите одну из тетрадей и откройте все кольца. Возьмите чистый карман и вставьте его в кольца. Проткните, если придется. А теперь спрячьте любимые вкусняшки в карман. Теперь у вас есть собственный тайник. Все чисто? Время открыть тайник. Тут ничего нет, ребята. Эй, разве вам не надо сосредоточиться на работе? Отлично сыграно, Лили. Время наградить себя за прекрасную работу. О, да, так вкусно. Эх, от всей этой учебы только хочется есть. Да, Мия? Обед просто шикарный. Попробуем-ка. Шоколад. То да. Ой, это была последняя? Жалко. Ничего, кроме пакета моркови, чтобы порадовать девушку. Этот банан лежит тут с 2015 года. Сколько ему? Я точно не попробую ни кусочка. Погодите, у меня крутая идея. Я сложу эту скучную морковь в пустую упаковку из-под шоколада. И туда же положу банан. Закроем коробку. И подождем, пока кто-нибудь придет. Интересно, кто это будет сегодня? О, привет, Вики. Что на обед? Ну-ка, давай посмотрим. Наверное, суши. Открой-ка. О, яблоко и сэндвич. Круто. Мия, может поменяемся? Что скажешь насчет этого? А почему бы и нет? Давай. Эм, этот старый банан не похож на шоколад. А это еще что? Морковь? А окей, Мия, за что ты так со мной? Отдай мне мой сэндвич. Нет, но он мой. Да ладно, у меня на этой неделе два экзамена. Это сейчас лучшее, что произошло в моей жизни. Да, но оно мое. Да ты, похоже, шутишь. Я умираю от голода. Что ж, я в последний раз обедаю с Мией. Это точно. Я отомщу. Даже если это последнее, что я сделаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...